Добрый день! В этом видео я расскажу про кубик 7х7 от компании YJ. Называется UFU2M. Можно также встретить название UFU-M. Это бюджетный магнитный куб 7х7. И в этой серии он был такой не один. У нас 2х2 по 7х7 такие кубики. Я уже рассказывал примерно 100 боксингов назад про 6х6, которые я взял для одной цели. И 7х7 был взят для той же цели. Такая красивая упаковка. Кубик не новый, но бюджетные семерки выходят не так часто. Техническая информация. Что-то еще. Открываем. Здесь инструкция. Ну, ничего особо интересного. Стандарту сам кубик. Коробки больше ничего. Да, 7х7 логотип YJ. Стандартная расцветка. И у меня U2. Да, я также их купил две штуки, как и 6х6. И да, ровно для того, чтобы сделать сиамские кубы. Сделал я это уже давно, но пока руки не дошли. Но зато пришло время просто рассказать про кубик. Я покрутил несколько раз оба экземпляра и могу уже что-то сравнить. Я не раз говорил, что не покупаю больше бюджетные бигкубы, так как у меня и топовых достаточно и крутить некогда. Но для сиамских кубов я все-таки купил 6х6, 5х5 и 7х7 магнитные бюджетки. Вращается. Неплохо. Я здесь поставил несколько семерок, которые у меня есть, но с немагнитными сравнить смысла нет. И вот это, кстати, неплохой вариант, если вы хотите попробовать собирать 7х7, но не желаетесь много денег на него тратить. То есть примерно 1600 в российском магазинах он стоит, можно приобрести. Но в Китае, наверное, можно найти подешевле. Не знаю, не проверял сейчас. Что здесь есть? Ну, мой самый первый магнитный это Юксин, на котором я много сборок сделал. Хейс М. Также здесь Аофу от компании Мою. Когда-то не дружили. Вот Аофу М. А это Юфу. Похоже название. Ну и Спарк от Эксмен. Тоже хорошая семерка. Надо ее покрутить. Ну а сравнивать, наверное, есть смысл с MGC. Кубик от того же производителя, но уже топового сегмента. А если вам нужна топовая семерка, то MGC остается хорошим кубиком даже сейчас. Вероятно, от Мою Аофу ВРМ вышли. Будет и поинтереснее. Все хочу купить, но пока стесняюсь. Если сравнить именно эти кубики, то размер чуть-чуть отличается. Здесь 69 мм ребро, у MGC 68 мм. И масса здесь 210 граммов, а здесь 200 мм. То есть чуть потяжелее, чуть побольше. Ну и бюджетнее. Строение, конечно, тоже, наверное, будет как-то отличаться. На картинках посмотрите, кому интересно. MGC, да, будет лучше. Но UFU 2M хуже ненамного. И действительно, если вы хотите первую нормальную семерку, чем покупать за те же полторы-две тысячи немагнитную, если такие сейчас есть, конечно, но те же Аофу можно немагнитную найти и за три-четыре тысячи проживаний без магнитов. Лучше купить бюджетную магнитную семерку. Не могу, к сожалению, сравнить с Дьяншенговскими. Не покупал. Все по той же причине. Бюджетные бифкубы мне не нужны. Но UFU есть. Сейчас продемонстрирую, как она вращается, собирается. В принципе, впечатления положительные. Возможно, даже ей на хорошие результаты и собирать. Если у 6х6 здесь вот это ребро еще такое относительно остального кубика более-менее крупное, то тут уже кажется, что это ребро помельче. Не знаю, будет ли хорошо держаться в Сиамском. Но когда-нибудь мы это узнаем. Давайте соберем, чтобы было видно, как здесь что происходит. Начнем. Давайте с белого. Почему бы и нет. Логотипчик за несколько сборок не отлетел. Вроде бы крепкий. Я не так часто сейчас собираю большие кубы, поэтому особо быстрой сборки не будет. Но как-нибудь соберу. Так. Третья полоска. И осталось еще две белых. Соберем сначала вторую. Так. И центральный элемент где-то здесь. Так. Четыре полоски есть. Собираем пятую. Да. Если вы не умеете собирать 7х7, в описании есть ссылка на подробное обучающее видео. Белый есть. Собираем в желтый центр. Когда-то и быстрее пяти минут были сборки. Конечно, надо тренироваться, чтобы время, ну хотя бы там, за четыре минутки-то было при желании, можно сделать. Не очень эффективно сейчас поступаю. Так. Два центра есть. Собираем. Вот синий тут. Хорошо. Еще синяя полоска. Что-нибудь бесплатное. Ну ладно, нет больше. Соберем остальное. Так. Так. Чуть посвистывает и чуть поскрипывает пружинки. Но, вероятно, это не так страшно для этого сегмента. Как я уже сказал, кубик лишь немногим уступает MGC. То есть, по идее, можно, наверное, за то же время им и собирать. Так. Ну и неудачно. Ну да ладно. Соберем крайние. Так. Дальше. Здесь вот неплохая средняя. Средняя. Сюда. Так. Это откуда? Синяя. Здесь не хватает одного элемента. Просто вставим и отправим обратно. Что есть еще? Так. Ну вот, красный центр готов. Дальше. Здесь. Опять не очень удачно. Мало быс поинтересней. Так. Так. Дальше. Вот здесь вот можно собрать. И добавить сюда еще один элементик. Таким вот образом. Ох ты. Что-то я сломал. Да. Погорячился, поторопился. Сейчас все верну. Так. Не возвращаем. Вот этот элемент. Не той стороной стояла. Грань. Ну и можно вот эти вот собрать. И без происшествий последний центр. Дальше. Собираем фрисвайсом ребра. Вот бело-зеленое сразу тут хорошо стоит. Какое-нибудь синяя-желтая. Дальше. Продолжаем. Чуть-чуть более вялый кубик по сравнению с MGC. И с топовыми моделями. Возможно, чуть-чуть сильнее надо было быть магнитом. Но вероятно, если притереть да получше смазать, что-то поменяется. Здесь синяя-желтая. Вот синяя-желтая. Так. Дальше. Зелено-желтая. Еще два. И еще один зелено-желтый нам потребуется. Он здесь. Сине-оранжевые. Ставим сюда. Один сюда. И один сюда. Дальше. Бело-оранжевые. Так. Вот этот. И вот парочка. Ни разу не рассыпались эти кубики у меня. Дихо-бак собрал не один раз. Но все пока цело. Бело-синий. Так. Вот этот. И еще один. Так. А в итоге давайте бело-красный дособерем. Здесь сверху нет. тут два. Опустим один. Соединим вот здесь вот три. И эти вот еще. Так. Желто-красный хорошо стоят. Здесь четыре ребра есть. Здесь четыре есть. Восстанавливаем центры. Так. Можно хорошо собрать зелено-красный. Дальше. Пусть перевернутые, но зелено-оранжевые пусть постоят вместе. Дальше сделаем синий-красный посимпатичней. И вот так. Ну и вот я это оставил. Подразумеваю, что такое тоже возможно. Ну а две штуки развернуть очень даже легко. Переходим к этапу три на три. Крест есть. Первая пара. Вторая пара. Вот на три на три этапе конечно вот этот миллиметр чуть-чуть чувствуется и не такая четкость как на МГС тоже заметна. Даже если сделаем сейчас два этапа, чтобы побольше движений было. Три пиф-пафа. Ну и немножко не тот непривычный размер все-таки. Давайте сделаем нет. что я хочу. Два этапа. Не очень привычный фингер-трикс здесь. Да. Иногда вот два слоя прокручиваются. но в принципе вот эти небольшие изъяны не такие уж и серьезные. Вполне достойная семерка даже сейчас. Где вторая? Вот вторая. Нет, это Хейс. Вот вторая семерка. Будут из них сиамские кубы. Но при условии конечно, что из 5 на 5 и 6 на 6 они получатся. Но если не получится, значит будут просто семерки очередные. Будут стоять как и остальные. Вообще серия вполне удачная. Но серия MGC с 4 на 4 по 7 на 7 конечно нравится мне гораздо больше. Если у вас есть возможность купить MGC берите MGC с 4 на 4 по 7 на 7. Если хотите сэкономить, то UFU2M неплохой кандидат. Дзяншенги возможно лучше, кто владеет и может сравнить напишите в комментариях. Ну а с 8 на 8 и до 12 на 12 пока лучше Дзяншенга никто не сделал. магнитные кубики имею ввиду. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.